Убрать стихийные рынки, построить новые скверы, избавить от наружной рекламы объекта культурного наследия. Эти и многие другие задачи в ближайшие годы должна решить Краснодарская мэрия. Сегодня исполняющий авианности главы города Эдхам Акбулатов на протяжении полутора часов отвечал на вопросы горожан. Почему Акбулатов, проработав в мэрии около четырех месяцев, уже успел уволить несколько высокопоставленных чиновников? Это один из первых вопросов, которые адресовали нынешнему градоначальнику, звонившие в редакцию. Главные аргументы при принятии кадровых решений для Акбулатова – профессиональные качества руководителей. Решения продиктованы именно стремлением, с одной стороны, внедрить принципы системности на определенных участках, там, где этой системности, с моей точки зрения, не хватало. А с другой стороны, привлечь к работе специалистов, которые являются профессионалами, добросовестными сотрудниками и лицами, которые готовы брать ответственность на себя при принятии соответствующих решений. Еще один вопрос – в селе павильона и в городе более пяти тысяч власти собираются убирать со своих мест. Почти треть торговых точек сейчас, по словам Акбулатова, работает незаконно. В итоге сохранят лишь павильоны, необходимые жителям близлежащих домов. Общаясь на встречах с жителями, слышу, что отдельные павильоны люди просят не то, что сохранить, а дать возможность им работать. Поэтому здесь мнение горожан очень важное. И поэтому, если такое мнение у жителей близлежащих многоквартирных домов сформировалось, я вам предлагаю сформировать коллективное обращение на мое имя, и я обязательно его рассмотрю, и с учетом этого мнения буду принимать решение. Интересовало горожан и то, как намерен Акбулатов решать проблему стихийных рынков. Людей не устраивает беспорядок и мусор, остающийся после торговли. От таких точек избавить город нынешний мэр намерен уже в этом году. В ходе беседы затронули и недавний переход Красноярска в статус миллионника. Жителей интересовало, будут ли теперь у города какие-то преференции из Москвы. Действительно, у нас появляется больше возможностей в получении средств федерального бюджета. Понятно. То есть, вообще вывод такой, товарищи красноярцы, давайте не останавливаться на достигнутом, и чем больше нас будет, тем и больше финансов, так сказать, получит город на поддержку. Конечно. Конечно, срочно надо приступать к продолжению этой работы. Спасибо, спасибо большое. Пообещал Акбулатов решить проблемы и в сфере наружной рекламы города. Особое внимание уделить растяжкам и баннерам, которыми сегодня облеплены памятники архитектуры. В ближайшие годы в городе появится несколько новых скверов. Сегодня это одно из приоритетных направлений. А следующим летом начнется и реконструкция пешеходного моста от улицы Лазо до острова Татышев. В конце беседы Акбулатов рассказал и о личной жизни, о том, что супруга работает инженером и лично подбирает ему гардероб, что есть взрослый сын и один внук. Всего во время прямой линии сегодня Адхам Акбулатов ответил на четыре десятка вопросов. Среди них были вопросы личного характера. Например, кого чиновник считает выдающимися людьми в российской истории. По мнению исполняющего обязанности главы города, это Петр Первый, Столыпин, а также бывший глава края Павел Федирко. Телефон для ваших сообщений 292-55-04. Звоните мне или пишите на сайт afontovo.ru. Сергей Кузовков, Сергей Кашин. Афонтово. Новости.